Привет всем! Сегодня я расскажу о диагностике автомобилей MAN TGX с двигателями 440, которые пришли из Франции. Экологический класс Евро-6. Работаем мы на дилерской станции MAN. Приехали мы сюда с покупателем выбирать одну из пяти автомашин. Ну, вроде с виду так все пристойненько. Красивые машины, хорошие тормозные диски. Пробег вот этого автомобиля около 300 тысяч. Ну, конечно же, от Blue. Классификация Евро-6 выхлоп. Коробка TIPMATIC от ZF ASTRONIC. Ретарда. Два топливных бака. Один основной бак 500 литров, другой вспомогательный 250 литров. Остаток резины порядка 80%, но резина зимняя, значит машину списали с линией зимой. А приехала она к нам уже поздней весной. Инструментальный ящик. Пнул коленкой, болтается. Пришел в ужас, но сначала не придал этому значения. А он оказался прикреплен на трех болтах на 16. Идем дальше смотреть, что с автомобилем. Вот второй бак 250 литров, вспомогательный. Обратите внимание, сейчас будет на двери написано 18480. По факту, по диагностике, оказалось, что двигатель 440. Остаток передней резины тоже вполне себе ничего. А дальше пошли интересные нюансы. Старые дверные петли. Дверь оказалась демонтирована, покрашена. Дверь оказалась битая. Битый бампер. На всех автомобилях практически, то на одном, то на другом, там и тут, то битые крылья. Ну, соответственно, битые бампера. Все как положено, покрашено с пылью, с подтеками. В принципе, кабина не претерпела никаких изменений по отношению к старой конструкции. Нет верхней полки. Но, видимо, машина так была заказана в производство для этой компании. Зато есть холодильник и стояночная секция кондиционера, которого можно запускать без двигателя. Двигатель работает нормально, не сапунирует. На крышке маслозаливной горловины нет никаких отложений. Она чистенькая, красивенькая. Ну, при таком пробеге, конечно, двигатель должен работать нормально. Охладитель. Висит ниже профиля картера двигателя. Правда, защищен такой вот защиткой, но я считаю, по нашим дорогам это не здорово. Двигатель D26. Ну, как всегда у манов бывает, конечно же, Common Rail. С электронным блоком от Bosch EDC-17. Двигатель работает чисто, ровно, не троит. Машина завелась сразу. После пяти минут работы, оказалось, что из двигателя капает масло. Потом расскажу, откуда. А вот вы видите грязь, чуть приотстойненький. И стекло явно неоднократно миненное. А вот уж совсем кошмар. Сосок в соску, смонтированные колеса. И так оказалось на нескольких автомобилях. Ну, соответственно, подключились, посмотрели, как машину эксплуатировали, какие остались ошибки, что с ней было. И изумились. На двух машинах оказались перегретые двигателя. На всех пяти автомобилях оказалось неоднократное голодание масла, поскольку масло капало из всех машин. А масло капало, оказывается, с компрессора. С прокладки между блоком компрессора и картером компрессора. В общем, ужас. Странный бардачок, висящий непонятно как. Капающее масло. Побитые машины. Покрашенные черти как. Из этого можно сделать вывод, что у них и водители такие вот странноватые. И, видимо, технари такие же. Ребята, технари, которые работают у нас в России, и наши дальнобойщики. Я вами горжусь. У нас еще не все потеряно. Французы это полный отстой. Пришлось ехать в Рязань за машиной, которая пришла из Польши. Тоже MAN TGX, тоже 2015 года, но уже на коробке механики. После всех тестов автомобиль клиенту понравился, и он его купил. Вот такие вот у нас французы. Всего доброго. Удачи на дорогах.